День оружейника отмечают сегодня в России. Праздник был установлен указом президента 6 лет назад. Инициатором выступил знаменитый конструктор Михаил Калашников. Сегодня в Москве создателю легендарного автомата откроют памятник. Об истории российского оружия и последних новинках репортаж Николая Захарова. Звук, напоминающий о том, как Тула стала оружейной столицей России. У музея в форме древнего шлема фестиваль, где по соседству с бойцом спецназа Петр Великий. Именно при нем здесь появился первый оружейный завод. Интересно узнакомиться с историей нашего оружейного дела, поэтому надо почаще такие праздники проводить. В День оружейника на оборонных заводах страны выходного не будет. Грады, смерчи, ураганы, торнадо. Все это начиналось именно в Туле. Теперь здесь собирают и новейшие комплексы панций. Около 10 образцов вооружений и техники находятся в Сирии, которые успешно ведут борьбу с международным терроризмом. Поэтому День оружейника – это наш праздник. В десятках музеев страны тематические экскурсии. Еще один повод полистать самые славные страницы отечественного оружия. Пролистнуть и узнать историю создания, тактик, технические характеристики, артиллерии, самолетов, авиации. Этот праздник появился благодаря Михаилу Калашникову в Москве. В оружейном переулке сегодня ему откроют памятник. Конструктор держит в руках свое самое знаменитое творение. Нашей страны бы сейчас не было, если бы не было Курчатова, создавшего атомную бомбу, Академика Сахарова, создавшего водородную бомбу, Кошкина, создавшего танк Т-34. В том числе и Михаил Тимофеевич. Михаил Тимофеевич отдал всю свою жизнь этому делу. На заводе теперь уже концерна Калашников, взяв за основу тот самый автомат, Создали десятки других. Вот, с пластиковым корпусом и поэтому легкий. Всего около двух килограммов АМ-17. И снайперская винтовка, созданная, как и все российское оружие, В соответствии с главным принципом. В углу остается надежность. Простота конструкции, эксплуатации, обслуживания и надежность. То есть стрелять она будет в любых условиях. Новейшая разработка концерна Калашников, внешне даже чем похожая на оружие из фантастических фильмов. Это устройство для обезвреживания беспилотников, Некоторые из которых могут использовать террористы, правонарушители для передачи незаконных посылок. Или, например, шпионы. А система позволяет обнаруженный дрон принудительно посадить. А еще здесь делают так называемое гражданское оружие. Вот винтовка для биатлона, самой последней модификации. Профессия оружейник не исчезнет никогда, даже если ты хочешь мира. Николай Захаров, Сергей Довгаль, Олег Масальский и Андрей Стифоров. Гордость не величалась.